Учание провел глава Химок Дмитрий Волошин. Одной из основных тем стала подготовка к отопительному сезону. В первую очередь тепло поступит в объекты социального значения – детские сады, школы, больницы. Всего их в округе 146. Все они уже полностью готовы к подаче тепла. На территории Химок 1250 многоквартирных домов. Они также прошли проверки и готовы на 100%. Говорили и о предоставлении государственных и муниципальных услуг, которые касаются земельных вопросов. Для улучшения качества предоставления услуг на сайте администрации в разделе «Документы» опубликованы соответствующие регламенты. Также ведется личный прием граждан, на котором жителям дают подробное разъяснение. Наша задача, если мы принимаем с вами какой-то документ, мы должны максимально объяснить все права и снять проблемы с самого начала. Нужно написать по-другому, иначе заполнить. То есть эту работу нужно вести в одном окне. Особое внимание уделили теме образования. Накануне детскому саду номер 21 «Золушка» был присвоен статус региональной инновационной площадки Московской области. Тема проекта, предоставленного руководством и педагогами дошкольного учреждения, отличалась новизной. Акцент был сделан на игровые модули, которые не требуют специально выделенных помещений. Они легко трансформируются в единое пространство для различных видов деятельности ребенка. В игровой форме у детей моделируется представление о различных профессиях, воспитывается уважение к труду взрослых. Для нас это очень важное направление. И от качества образования, которое мы даем в Химках, от этого впрямую зависит наше будущее. Поэтому ничто и никто не должен остаться без внимания. И нужно очень глубоко погрузиться. Это касается абсолютно всех. Также развивается система дистанционного обучения детей-инвалидов. С открытием школы равных возможностей еще больше детей могут получать полноценное образование. Важно, что дети-инвалиды принимают активное участие в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах. В 2018 году три ребенка-инвалида получили именные стипендии губернатора Московской области за высокие достижения в сфере образования. Продолжение следует...